Всем добрый день! Сегодня мне и моему старшему брату за примерно год наконец-таки удалось попасть к папе на свидание. Мы только недавно получили разрешение от следователя. Все это время я его увидела максимум по видеоконференции Азии на заседание суда. И это абсолютно разные вещи, когда ты общаешься с человеком на протяжении трех часов глаза в глаза, и когда ты максимум можешь кинуть на него быстрый взгляд где-то под конвоем в зале суда. Те заявления, которые делали вчера прокуратура и следственный комитет на продление ареста, что папа ест, что его голодовка это всего лишь не по поводу, и это ничего не страшно. А сегодня он на свидании снял футболку, и это был абсолютно другой человек. Он в очень плохой физической форме, кожа облегает кости и так далее. И он сказал, что он из-за этих заявлений сократит потребление жидкости. Мы успели поговорить обо всем, хотя, конечно, времени, казалось, не хватит никогда поговорить обо всем, чем хочется. Он сказал, что все те люди, которые сидели с ним, у большинства из них не было детей, или они воспитывали не своих детей. И поэтому они не могут понять его, как он страдает по своей семье. Он сказал, что у него везде висят фотографии и младших, и старших детей. Когда он просыпается, он говорит о добром фотографии, но у него повышается настроение. Соответственно, когда он уходит спать, тоже желает им спокойной ночи. Он также сказал то, что моя семья — это единственная армия верная, которая у меня осталась, и которая готова продолжать бороться за меня. И то, что он во всех нас очень сильно верит, не собирается сдаваться, сказал, что в моей груди огонь, и я буду идти до конца, и буду бороться за справедливость. К сожалению, в отношении него справедливости оказывается мало. И четыре или пять конвоиров, которые наблюдали за нами во время свидания, красноречивее слов об этом говорят. Жесткий контроль, жесткие условия. Но эта возможность была как глоток свежего воздуха, что ли, сказать ему лично в глаза, что «папа, мы тебя любим, мы будем продолжать за тебя бороться». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!